Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, говорит и показывает в Ападом, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Сегодня речь пойдет о любимом моем жанре, научно-фантастическая литература. Я, может быть, недостаточно ее хорошо знаю, зато довольно много в детстве перечитал. И может сложиться впечатление, что речь идет в основном о таких лирических вещах. Рэй Брэдбэр, Усуа Легуин, все это красоты, которые не касаются жестких тем. Это вам не Дик Кунц, это не Новая Волна, это книги, в которых не присутствует в явной форме жестоко показанное откровенное насилие, секс, все вот эти вещи. Это такие очень благозвучные вещи в этом смысле, которые легко проходили горнило советской цензуры, изданные и переведены в основном в советское время. Ничего подобного. Разный совершенно круг чтения. И в 90-е годы я перечитал то, что не приходило, если не считать сам издата, на советский книжный рынок. И, конечно, я читал разные вещи и по достоинству оценил довольно жесткие произведения. И, собственно говоря, не имею таких вот жанровых предпочтений. Когда-нибудь я расскажу о том, как, допустим, напугал и развеселил меня одновременно Стивен Кинг. Сейчас у меня изменилось, конечно, отношение к этому автору. Я стал гораздо больше его ценить. Я ценю его из-за показа американской действительности, из-за глубоких экскурсов в человеческую психологию, поскольку его страшилки мне не интересны, а вот то, как они сделаны. Это отдельный разговор и отдельный вопрос. Мне всегда интересно, как один и тот же сюжет у разных авторов преломляется. Вот, допустим, совершенно недавно я рассказывал о «Страж птицы», рассказе Роберта Шекли в переводе «Нора Галь». А этот же сюжет подхвачен в наши дни Леонидом Кагановым. И очень интересно подхвачен, очень интересно развит. И, собственно говоря, угадайте, кстати, о каком рассказе Каганова идет речь. И мне страшно нравится, как он преломлен, он развивает и дополняет мысли Шекли, идет гораздо дальше, гораздо интереснее, на мой взгляд. То же самое, допустим, если сравнивать одну из последних вещей Стивена Кинга под «Куполом». Насколько она жестока, насколько она неприглядно показывает человеческую натуру, насколько она депрессивна, насколько она жестока по своей идее, не буду говорить. Не буду озвучивать спойлер, поэтому просто понадеюсь, что с теми, кто читал, не смотрел сериал, заметьте, а читал книгу, пусть и в русском переводе, и что с теми, у нас одно впечатление осталось от этой книги. И книга, где фигурирует такой же купол непрозрачный для людей и всего живого, в книге Клиффорда Саймака. Посмотрите, как один и тот же литературный фантастический прием используется, интерпретируется двумя очень разными авторами. И насколько книга Саймака мощнее, интереснее, значительнее, добрее, удивительнее, и насколько при минимуме внешних эффектов, вот эти вот все потрясающие бум-бах, трак-бабах, кишки там, все это вот сюда, насколько она более сильное впечатление производит, на мой взгляд, опять же. Так вот, после этого долгого предисловия хотел бы я рассказать о романе Генри Катнера «Ярость». Катнер – это прежде всего замечательные мутанты, которые, уверен просто у любого, кто знаком с творчеством этого автора достаточно глубоко, стоят на первом месте, потому что, ну, таких Хопгенов больше никто никогда в жизни не придумает. Это потрясающе. Этот котел с неприятностями – это, конечно, шедевр. Но, помимо вот этих вещей, у него есть очень разные произведения. И вот как раз после перестроечного времени были переведены и изданы, ну, совершенно не похожие на эти рассказы вещи. Допустим, роман «Ярость». Два слова о мире этого романа и о том, о чем в нем говорится. Значит, книга достаточно жесткая, там довольно много нелицеприятного сказано о будущем человечества, но это не антиутопия в чистом виде. Итак, Венера. Не та Венера, которую мы с вами знаем, с температурой около 500 градусов по Цельсию возле поверхности, с облачностью густой, состоящей из взвешенных капелек серной кислоты, вот, с невероятными условиями, в которых не может выжить ничто живое. А это та Венера, которую воображали себе фантасты в 40-е и 50-е годы, до визита на нашу ближайшую соседку первых АМС автоматических межпланетных станций. Венера фантастическая, похожая на Землю, но, как бы, если Марс – это наше будущее, да, это старая Земля, на которой уже высохли океаны, испарилась атмосфера, а Венера – это наше прошлое. Вот, Земля еще бурная, с бурной вулканической деятельностью, с бурными различными климатическими изменениями, да, вот, как бы, наше прошлое. Это, конечно, концепция с реальностью, не имеющая ничего общего, планеты разные, сейчас учеными все это исследовано и доказано, но для Генри Катнера Венера – это юрский период. Это то буйное, невообразимо живое, яростное, вынесено в заглаве это слово, чудовищно жестокое по отношению к друг другу, животное прошлое нашей планеты. Жизнь, душа и давя друг друга, постоянно пожирая себе подобных и, значит, более слабых, кипит, бушует, пузырится на всех клочках суши, торчащих из огромного Венерианского океана. Глубокий и спокойный Венерианский океан в этой книге тоже кипит жизнью. Там тоже огромное количество существ зубастых, страшных, хищных, быстрых, настолько опасных, что человек просто ничего не может сделать с ними не только в акваланге, но и в защитном скафандре тяжелом, да, то есть там только вот другие средства помогают. Но все-таки в океане эта жизнь редка, как она редка в любом океане. Чем ниже ты опускаешься под толщу воды, тем ниже становится температура окружающей среды, меньше солнечного света и тем реже встречаются те самые чудовища, потому что если вы близко встретите кашевота или гигантского кальмара, который служит пищей для кашевота, я думаю, мало вам не покажется. Поэтому на Земле тоже есть подобное, но просто этого мало. У нас Юрский период далеко в прошлом. А вот там вот эта чудовищная, яростная жизнь Венеры, да, она в океане все-таки послабше. Там человек может что-то делать. На поверхности нет. Только тотальная зачистка. Там вообще ничего нельзя сделать. Там просто сплошной стеной стоят джунгли, которые изобилуют насекомыми, животными, птицами, змеями, лианами. Все это брызжет ядом. Все это постоянно впивается шипами. Миллиард опасностей за секунду. Невозможно выжить. То есть вот такой вот мир утрированный, да, специально изображен. И вполне, кстати, реалистичный, поскольку живая эта природа, особенно борьба за жизнь и за ресурсы, за влагу, за воздух, за солнечный свет в джунглях, допустим, тропических, она очень напоминает все это. Только немножко менее опасно для человека и более замедленно, да, это в растительном мире более замедленно. А там все это прямо вот шипит, шевелится, и даже растения живые тоже хватает у вас за ноги и жрут, жрут, жрут. Итак, вот такой прекрасный мир. Что же там делает человек на этой уютненькой, в кавычках, планетке? А дело в том, что человек уже успел уничтожить собственную планету в ядерной войне. И сейчас эта планета висит, крутится, жизнь там существовать не может, благодаря загрязнению радиоактивному. Планета покрыта сплошным слоем облачности, так называемая атомная зима, да, ядерная зима, последствия атомных взрывов, да, и температура на ней упала. Многократно все живое замерзло и умерло от радиоактивности. Все, что спаслось, это те остатки человечества, которые сели в космические ракеты, довольно многочисленные технологии, чрезвычайно развитые в этом внутреннем мире романа. Там уже наступило будущее в полном мире, да. Вот, и, значит, эти тысячи, тысячи и тысячи людей, они спаслись и устроились на Венере. Где? В подводных городах, в городах башнях, многоярусных, многоэтажных, где они живут, скрытые от мира. Поскольку даже просто поплавать на свежем воздухе может быть смертельно опасно. А уж приблизиться к суше – это верная смерть. И не спасут ни защитные маски, ни скапандры. Это такая яростная жизнь. Поэтому, с точки зрения, чтобы уберечь большое количество народу, который вовсе не состоит из ученых-десантников и специально тренированных особей, как в стальной крысе, а самые обычные люди, для них созданы комфортабельные, в высшей степени комфортабельные, полные развлечения, удовольствия и необременительной работы легкой, светлые, просторные, гигантские, разумеется, сооружения в виде подводных городов-башен. Башен этих много, их несколько. И более того, человечество настолько, скажем так, похоже на нынешнее свое состояние в этом будущем, что эти башни умудрялись воевать друг с другом. Естественно, с полным мораторием на ядерное оружие. Повторить ошибку, которая постоянно в венерианском небе темной точкой напоминает сгоревшую планету, повторить никто не желал. Поэтому веселые наемники от лица этих башен делили сферы интересов, делили финансовые сферы, так далее, сражались, потому что даже между собой, даже в таких условиях человечество, и это был последний всплеск человеческой активности. Потому что все остальное население уже новой планеты, Венеры, немногочисленное, меньше, чем те миллиарды и миллиарды, жившие на момент атомной катастрофы на Земле, но тоже очень многочисленное, все остальное население впало в определенного рода летаргический сон. Развлечение, удовольствие, потребление, успокоение. Потому что огромный спектр развлечений и наркотиков, и различных времяпровождений предлагала индустрия этих башен. Благодаря технологиям человек мог специально напряженно работать, только если он действительно двигал вперед науку или инженерную мысль. Были такие, и этим людям для счастья нужна эта работа, и общество давало им эту работу, а всем остальным оно дало вот это. Это вот неопределительный досуг и полный упадок. Человечеству остался последний шаг. Последний шаг для того, чтобы исчезнуть навсегда. Потому что люди перестали к чему-то стремиться, никто уже не летал в космос, никто не пытался узнать, что там на родной планете. Да, собственно, и бессмысленно, там действительно находиться больше невозможно. Остановились все самые мощные глобальные исследования теоретической науки, которые двигали науку вперед. Человечество достигло определенной степени комфорта и на этом успокоилось. И вот в этот момент родился Сэм Харкер. На этом я заканчиваю пересказывать содержание романа. Я только намекнул, что родился он не тем, кем должен был стать. И это вот несовпадение с собственной участью, со своим уделом, оно настолько ярко выписано у Катнера в романе, что достигает художественной силы настоящей серьезной прозы. Вот вся вот эта научно-фантастическая мишура, которую я так долго и нудно описывал, она, в общем-то, излагается на нескольких страницах. А дальше это путь Сэма Харкера. Это то, как человек противопоставил собственный характер обстоятельствам своей жизни. Противопоставил и победил. Победил путем громадных лишений, путем тотального обмана, узнаете, о чем речь. Путем невероятной жестокости своих решений. Но это оправданная жестокость. Им движет ярость. Ярость за то, что его обрекли на существование, которое ему не предназначалось. Ему не просто сломали жизнь. Ему испенили судьбу, которую... Не буду рассказывать. И вот когда он сыграет свою историческую роль, на последних страницах романа ты осознаешь, что вот эта фигура в выдуманном мире, описанная в невероятных фантастических обстоятельствах. Там все очень хорошо закрутано, там такой закрученный динамический сюжет, вот не оторветесь. С массой каких-то нелепых фантастических деталей, там вот эти фантастические существа какие-то, да. Все это нужно только для одного. До тебя доносят мысли о том, что в точках бифуркации... Продон, перехожу на человеческий язык. В ключевые моменты человеческой истории, переломные, где определяется, по какой веточке на этой развилке пойдет человечество дальше, обязательно нужны такие фигуры, как Сэм Харкер. Они действуют так, потому что их природа внуждает так действовать. И ничего более жизнеутверждающего, чем этот финал, я не знаю. Почему? Узнаете, дочитав роман. Потому что это вера в то, что несмотря на все соблазны, несмотря на все угрозы, внутренние, как эта атомная война, унесшая родную планету, внешние, как этот вот жуткий мир венерианский, да. Это угрозу комфорта, да, вот эту вот угрозу сладкого сна, золотого сна человечества. Человечество все-таки всегда будет порождать Сэмов Харкеров, и они будут делать свое дело. Потому что благородная ярость, которая закипает, когда читаешь такое, когда ты понимаешь, что, в принципе, это все фантастика, да, все выдумка, но это уже реализовано во многих современных обществах, и вот эта вот обывательская совершенно благостная теплохладность, безразличие ко всему, вот, она уже восторжествовала во многих кроках. Когда ты читаешь такое, ты понимаешь, что это благородная ярость, она нужна, она не разрушительна в данном случае. Но об остальном умалчиваю, читайте, не пожалеете, сюжет того стоит. Генри Картнер показал себя в этом романе как прозаик гораздо более серьезный, чем автор юмористических, фантастических рассказов или каких-то таких незначительных вещей. Он показал себя и философом, он показал себя и психологом замечательным, да, вот эти психологические мотивировки, кто как действует в романе, это здорово сделано, на мой взгляд. И перевод мне тоже понравился. Хочу сказать, что роман читается легко, написан ясно, просто без описаний, и в моем рассказе все вот эти вот подробности, да, они были утомительны. А у Картнера все это очень живо, все это по ходу действия излагается, строго дозировано тогда, когда это нужно, чтобы объяснить, в какую обстановку попали герои. Вот такой вот роман «Ярость». Читайте. Фантастика необычайно разной бывает. Бывает мягкой, бывает жесткой, бывает очень непохожей на реальность, а бывает наоборот, дотушно воспроизводящей, как у Холла Клемента, да, все законы физики и все технологии, доступные ему на время написания, на момент написания его произведений, да, вещи. Фантастика – это целый мир. И вот роман Генри Картнера «Ярость» я рекомендую от всей души. Он когда-то мне очень понравился и нравится сейчас. Наверное, буду еще перечитывать. Спасибо за внимание.